Популярность аппарата в компании Apple растет буквально с каждым днем. И это несмотря на то, что калифорнийские программисты и дизайнеры, не моргнув глазом, ограничивают права граждан всего мира. Купив официальный iPhone или iPad, вы не сможете установить туда сторонние программы. Только через официальный магазин. Сегодня мы расскажем вам, что такое Jailbreak и почему его так не любит Стив Джобс. Вкусное яблоко. Многие пользователи в своих отзывах жалуются на ряд существенных недочетов iPhone. В отличие от других смартфонов и КПК, на яблочные коммуникаторы, к примеру, нельзя передать файлы через Bluetooth или использовать аппарат как обычную флешку. Причина кроется в исходном коде мобильной операционной системы iOS. Он закрыт для доступа обычных пользователей. Чтобы обойти эти ограничения, пытливые умы придумали Jailbreak. Jailbreak. В переводе с английского – побег из тюрьмы. Официально неподдерживаемая компания Apple операция, которая позволяет обеспечить полный доступ к файловой системе устройства. После Jailbreak iPhone действительно превращается в карманный компьютер. Его можно подключить к настольному ПК и обмениваться данными намного проще и быстрее. Также появится возможность использовать свободное программное обеспечение из-за репозитория Cydia – альтернативы App Store. Cydia – программа для операционной системы iOS, которая позволяет пользователю найти и скачать приложение для открытого iPhone. Авторы приложения – разработчики, которые по тем или иным причинам не хотят сотрудничать с Apple и, соответственно, не имеют возможности распространять свои продукты через официальный магазин App Store. Название происходит от латинского Cydia Pumonella, по-русски – сельскохозяйственный вредитель, яблонная плодожорка. Вообще, компания Apple во главе с ее руководителем Стивом Джобсом крайне негативно относится к этой процедуре, мол, таким образом хакеры посягают на самое святое – интеллектуальную собственность. Однако в конце июля 2010 года Конгресс США принял изменения в закон об авторских правах, тем самым официально разрешив Jailbreak. Яблочники в ответ заявили – подобные аппараты не будут принимать по гарантии. В России Jailbreak изначально не был запрещен. В нашем законодательстве об авторских правах предусмотрена возможность легального изменения любой программы законным пользователям, если это изменение с целью достижения взаимодействия одной программы с другими. Итак, Jailbreak можно делать вполне законно. Я сейчас объясню, что к чему. Программа Jailbreak вносит незначительные изменения в оригинальной прошивке устройства и тем самым открывает доступ к ранее заблокированной файловой системе. Да, и не забудьте синхронизировать свой аппарат с iTunes на случай неудачной операции. Для начала узнаем версию прошивки нашего iDevice. Идем в «Настройки», «Основные», «Об устройстве». Вот здесь версия прошивки. Теперь пишем в любом поисковике «Jailbreak прошивки 4.3.3». Скачиваем предлагаемый файл. Параллельно стоит скачать и официальную прошивку. Подключаем коммуникатор к ПК. Запускаем скачанную программку, в данном случае RedSnow. Пользователям Windows 7 стоит поставить режим совместимости с Windows XP. Когда программа просит указать официальную прошивку, указываем. Жмем «Next» и ставим галочку «Install CD». Вводим аппарат в режим перепрошивки устройства «DFU» — «Device Firmware Upgrade». Для этого нужно аккуратно проделать следующие действия. Выключить iPhone. Зажать кнопки «Home» и «Power» на 10 секунд. Потом, не отпуская «Home», отпустить «Power» — экран телефона должен быть черным. Держать «Home» еще 10 секунд. Телефон в это время должен быть подключен к компьютеру. RedSnow определит аппарат, находящийся в режиме восстановления. На экране iPhone при этом ничего не должно отображаться. Возможно, с первого раза не получится. Теперь просто ждем. Все, jailbreak последней прошивки завершен. Доступ к открытым папкам можно получить с помощью программы iFunBox. Также вы можете наслаждаться установкой свободного софта, рингтонов, тем для рабочего стола. И все это из репозитория Cydia. Исследуйте возможности jailbreak'а и пишите нам, если что. Мы поможем вам разобраться с вашим сложным, но безумно интересным девайсом. А, и смотрите SLTV чаще. Субтитры подогнал «Симон»